Емельян Пугачёв Станица Зимовицкая, на Дону, предположительно в 1742 году. Достигнув 17 лет, женился на Софье Недюжевой и вскоре был отправлен в Польшу, где почти три года был участником 7-летней войны с Пруссией. Он вернулся домой и через два года ушел на войну с Турцией. К этому времени у него было уже трое детей. Участвовал в осаде на территории современной Молдавии, получил чин Харунжева, что является свидетельством наличия у Пугачёва качеств, которые выделяли его среди большинства других казаков. В отделе рукописей и редких книг также хранятся различные материалы об этой яркой, а в то же время противоречивой персоне. К примеру, книга 1809 года выпуска, которая вышла в Москве на русском языке. Она разделена на две части и имеет название «Ложный Пётр III» или «Жизнь и характер и злодеяние бунтовщика Емельки Пугачёва». «Москва. Вольная типография Фёдора Любия». Этот текст не точный перевод, а скорее вольный пересказ, иногда далекий от французского оригинала. В первой части книги это истории о Емельке Пугачёве. До наших дней дошли только некоторые истории под названием «Анекдоты о бунтовщике и самозванце Емельки Пугачёве». Книга неприятно поразила Александра Первого. Император заметил, что она может иметь неприятные действия над читателями и осведомился, как цензура могла вообще такое пропустить. Цензуру пришлось доказывать, что он нарочно выкинул ряд мест, чтобы порядок глав нарушился, а от возмутительной книги остались бы только высочайшие указы и при них смесь нелепых, разбойнических и романтических происшествий. Его объяснения сочли дерзостью, но хотя продажа русского издания была спешно запрещена, а все существующие экземпляры конфискованы у торговцев, оказалось уже поздно. Почти весь тираж, а это более 1800 экземпляров книги, разошлись. Впоследствии роман привлек внимание Александра Пушкина, обдумывающего собственную историю Пугачёва. Затем, узнав о существовании немецкого текста, Александр Сергеевич Пушкин назвал ложного Петра пустым немецким романом. Тем не менее, именно эта книга среди прочих материалов повлияла на создание истории Пугачёва. Сперва он читал его русской книгой и в первом наброске предисловия к истории писал, история Пугачёва малоизвестна, при Екатерине запрещено было о нём говорить, при Александре написан глупый роман. Ещё одна книга 1895 года выпуска, которая имеет название «Спутник показаний». В этой книге также рассматривается тема Пугачёвского бунта, а именно говорится, что это третье грандиозное стихийное движение, которое охватило собою Поволжье. 9 января 1775 года суд приговорил Пугачёва к четвертованию. Империатрица заменила его казнью через усекновение головы. 10 января на Болотной площади Пугачёв взошёл на эшафот, поклонился на четыре стороны и сложил свою голову на плаху. Амир Ахтямов, Хафиз Гараев, Универньюс.